Тарханское имение было приобретено в 1795 году молодыми супругами Михаилом Васильевичем и Елизаветой Алексеевной Арсеньевыми, дедушкой и бабушкой Лермонтова с материнской стороны. Старый, построенный еще в Петровские времена дом, к этому времени сгорел, и Арсеньевы устраивались в Тарханах заново. Новые владельцы развернули здесь серьезное строительство. На восточной окраине села были поставлены большой деревянный барский дом, службы, разбит парк, выкопаны два пруда. Весной 1815 года в усадьбу приехала дочь Арсеньевой Мария Михайловна с мужем Юрием Петровичем Лермонтовым и полугодовалым сыном Михаилом. В Тарханах прошли детские годы поэта. Сюда он приезжал, возмужав, здесь же нашел и вечное упокоение. В 1817 году в возрасте 21 года умерла от чахотки единственная дочь Арсеньевых, Мария Михайловна. После этого старый дом был сломан, а на его месте возвели красивую церковь во имя Святой Марии Египетской. В Тарханах Лермонтов прожил до 1827, почти половину своей жизни. Бабушка души не чаяла в единственном внуке, которого забрала у отца и воспитывала сама. Михаил был окружен всевозможными, как говорили в старину, попечениями. На его содержание уходило 4000 рублей ежегодно. Сумма по тем временам немалая. Здесь родилась его первая поэма Черкесы. Здесь же 16-летний гений написал «Есть место, где я буду отдыхать, когда мой прах, смешавшийся с землей, навеки прежний вид оставит свой». Последний раз он навестил Тархана зимой 1836-го. В умении шло строительство церкви во имя Михаила Архангела. Ее осветили через 4 года. А еще через год в ней отпевали самого Михаила Юрьевича. Елизавета Алексеевна, пережившая единственную дочь и единственного внука, посадила у храма три дубка. Вырос только один. Когда-то, бродя в одиночестве по усадебным аллеям, Лермонтов завещал «Положите камень, и пускай на нем ничего не будет написано. Если одного моего имени, недовольно будет доставить ему бессмертие». Темный дуб склоняется над его именем. Камень стоит. Все случилось, как он предвидел. После Арсеньевой Тарханы обветшали. Парк был почти полностью вырублен. Господский дом неоднократно горел. В 1939 году в Тарханах открыли Государственный Лермонтовский музей-заповедник Тарханы. На огромной территории в 10 гектаров сохранены, точнее восстановлены, исторический парк, аллеи, пруды, усадьба, церковь, людская, теплица, беседки. Почти все так, как было при Лермонтове. Усадьба и сегодня живет по традициям XIX века. Пасека дает мед, сады дают урожай яблок, вишни, сливы. В прудах плещется рыба. На огородике выращивают овощи. Действующая ветряная мельница перемалывает тарханское зерно. В теплице выращивают цветы. Барский дом похож на все барские дома. Деревянные, с мезонином, выкрашены желтой краской. Сейчас в доме размещается главная экспозиция. Здесь хранятся фамильные портреты всего семейства Лермонтовых. Одна из комнат носит название «Классная». В ней отрок Михаил постигал азы науки. Среди экспонатов – личные вещи поэта. На письменном столе в кабинете Лермонтова располагаются рукописи произведений, над которыми поэт работал в Тарханах зимой 1835-1836 года. Ученическая работа Лермонтова «Апостол Андрей Первозванный» – это копия с картины Лосенко, которую он сделал в возрасте 14 лет. Лермонтов великолепно умел рисовать. Сохранилось довольно много его работ, в которых видны задатки большого художника. Если бы он отдался живописи всем сердцем, то вполне мог стать выдающимся мастером. Тарханы вошли в судьбу поэта как самое дорогое, самое лучшее и доброе, как самые драгоценные частицы великой России, которую он любил сильно, пламенно и нежно. Кругом родные все места. Так писал он за год до смерти, стремясь мечтой в любимые Тарханы.